Водяной конденсат на ветровом стекле автомобиля может появляться в любое время года. Почему потеет лобовое стекло и зачем сотрудники ГИБДД часто останавливают машины с запотевшими стеклами? Запотевание стекла это следствие обычных физических процессов, но иногда причина кроется глубже. В техническом состоянии машины. Поговорим коротко о каждой причине, по которой возникает запотевание стекла внутри автомобиля. Первая причина. Повышенная влажность. Чаще всего лобовое стекло автомобиля потеет зимой и дождливой погодой. Влажность в салоне повышается из-за расстоявшего снега, который заносится на обуви. И в дождливой погоде часто садимся в салоне мокрой одеждой. В салоне повышается влажность. Из-за повышения влажности в салоне и разницы между температурами воздуха в салоне и на улице, конденсат собирается на стеклах. Кроме этого, влажный воздух с улицы проникает через щели, образующиеся по периметру дверей и лобового стекла. Во время мития машины внутрь неизбежно попадает вода. Отделка салона способна впитывать влагу, поэтому машину нужно периодически проветривать в солнечной погоде. Вторая причина – разница температур. Как правило, в салоне автомобиля теплее, чем снаружи. Эта разница температур в соответствии с обычными законами физики приводит к тому, что с той стороны стекла, где теплее, влага начинает оседаться на поверхности. При повышенной атмосфере, но и влажности открывать окна бесполезно. Убирать пар с окна придется теплой струей воздуха. Включая печку. Фактор температурного контраста при большом количестве пассажиров в салоне – самая первая причина, из-за чего потеет лобовое стекло изнутри зимой. Чем больше людей, тем быстрее поднимается температура. Плюс повышается концентрация углекислого газа от дыхания, а его теплоемкость выше, чем кислорода, что также способствует нагреву воздуха внутрь салона. Третья причина. Неисправный салонный фильтр. Проще всего нормализовать влагу салона, если она появляется из-за неисправного воздушного фильтра. Ее ресурсов хватает примерно на 15-20 тысяч километров. Когда фильтр грязный, проходящий через него воздух не только не очищается, но даже становится грязным. Такую деталь нужно менять. Рекомендуется поставить новый фильтр в начале зимнего сезона. Четвертая причина. Неисправный радиотор печки. Еще одна причина, почему потеет лобовое стекло – это протечки в радиоторе. Неважно, в каком месте образовалась трещина. Под ковриком, под приборную панелью, в салон будет попадать пары охладающей жидкости и оседать в виде конденсата на стеклах. Эту влагу не удастся стереть обычной тряпкой. Придется использовать спиртосодержавший раствор для стекла. Именно по данному фактору и по запаху можно определить, что проблема в радиоторе. Пятая причина. Алкоголь в машине. Если в салоне машины едет подвыпивший человек, то стекла неизбежно запотевают. Лучше сразу открыть окна. Паре спирта очень быстро конденсируется на стеклах. Примечательно, что даже не обязательно употреблять алкогольные напитки. Достаточно съесть конфеты с чем-то крепким, коньяком, ромом, спиртом. Эффект будет такой же. Более того, стекла запотевают и в том случае, если выпьете литр кефира перед поездкой. Но конденсат на стеклах в этом случае не самая большая проблема. Если вас остановят на дороге сотрудники КБДД, то придется ставить тест на алкоголь. Поэтому перед поездкой осторожно выбирайте напитки и сладости. А то по запотевшими стеклами сотрудники КБДД легко вычисляют подозрительных водителей. Сегодня химическая промышленность выпускает большой ассортимент средств, позволяющих легко решить проблему, если потеет леповое стекло. Все они действуют по одному принципу. На поверхности окна создается пленка с водоотталкивающим эффектом, со счет которой коэффициент поверхностного натяжения становится меньше. Таким образом, условия для конденсации влаги уменьшаются. Думаю, самое лучшее решение высушить стекло с помощью печки, теплым воздухом. И вот поэтому важно всегда держаться автомобиль в исправном состоянии. Если у вас печка в салоне греет плохо, есть у меня на канале много видео об этом, которые пользуются популярностью и советую посмотреть. Некоторые современные автомобили уже оснащены стеклоогревателями. Ну и уже давно штампуют стекло с нитями почти на любую модель. Как правило, это китайские компании. Можно даже использовать для обогрева. Обогрев зоны дворников. Если взять его достаточно мощный, то он способствует быстрому оттаиванию всего стекла и удалению запотевания. Еще одно решение проблемы запотевания стекла – это обдув лобового стекла. Сейчас просто на рынке завалились всевозможные электрические обогреватели, которые якобы не только могут быстро убрать запотевание на лобовом стекле, ну и прогротиться в салон машины. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Просто подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо всем за внимание.